Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, мне 26 лет, не хочу долго писать. Почему? То есть, почему вы не желаете тратить время на то, чтобы прояснить нам, как бы, свою проблематику? Хорошо прояснить четко, ясно, чтобы мы понимали, какая именно у вас проблема. Как вы оказались в такой ситуации, в которой оказались? Почему это стало возможным для вас? И так далее. То есть, что это? Пренебрежение своей проблемой. Но это, конечно, не вязется с тем, что вы задали ВИП-вопрос. Незелание обращать на это внимание. Незелание признавать проблему за этим. Вот это у вас защитная реакция идет. Как и скобочка в виде улыбочек. Я живу с парнем, печатевые. А почему живете с парнем? Почему не замуж за ним? Ну, то есть, если живете. То есть, по сути, когда парень и девушка живут вместе, это называется гражданский браком. А гражданский брак, это, по сути, все то же самое, что... И брак, только никто никому ничего не должен, и никому никто ничего не обязан. То есть, женщина не защищена. Мужчина может делать все хочет. В случае расставания, там, никаких компенсаций, ничего. То есть, никакой защищенности, никаких обязательств, ничего. Вопрос. Зачем вы так сделали? Я понимаю, что хочу другой жизни. Какой? Ну, вот другой. Какой? Ведь вы же как-то оказались в этой же жизни, в которой вы живете сейчас. Да? И если вы оказались как-то в ней, надед вы чем-то руководствовались. Чем-то. Либо ваши желания резко сменились. Ну, тогда нужно думать, почему они сменились. Что их заставило смениться. Тогда желательно бы понять, они являются ли капризом в том, что вы сейчас хотите в другой жизни. Ну, например, у вас все есть. У вас всего достаточно. Вы живете относительно стабильно. Например, и вам просто хочется чего-то другого. Если так, то это можно назвать капризом. С другой стороны, если вы знаете, чего именно вы хотите, если вы знаете, что именно вам нужно, но этому мешает долг, чувство долга, то здесь нужно разбираться. Потому что долг надо, так называемый внутренний родитель. Ну, это вот не должно вредить тому, что вы хотите. Если это не в ущерб вам и другим людям. Значит, что мне было бы хорошо пожить сейчас одной. То есть, вы понимаете, что вам было бы хорошо пожить сейчас одной. Почему именно сейчас? Вот вы не написали, сколько времени вы живете в стадии. Вы не написали, как долго вы с ним. И почему именно сейчас вам нужно пожить одной? А где пожить есть? Если есть, то что мешает? Что мешает это сделать? Страх, неуверенность, чувство долга парню, который, кстати говоря, не делает вам предложения, несмотря на то, что вы живете вместе. Что делать? Как разобраться в себе в своих желаниях? Что важно, а что нет? На что делать? Вставку, наверное, вы хотели написать. Вы знаете, вставку делают в игре. Я не думаю, что жизнь, это можно, ну, это просто можно назвать игрой. Что важно? Важно все, что хотите вы. Вот все, что вы хотите, все это важно. То, что вам дорого, то, что вам ценно. Ваши некие взгляды, идеалы, ваше самочувствие. То есть, если вы чувствуете, что вам не по себе, чувствуете, что вам плохо, чувствуете, что, ну, что не удовлетворены. То есть, да, ну, вот, как раз это и важно. Что не важно, это то, чего хотят другие. И, что не важно, это то, чего хочет ваш парень, если это идет, например, вразрез с вашими желаниями, да. Что не важно, это то, чего хотят другие. Важно то, чего хотите вы. И почему то, чего вы хотите, у вас не получается реализовать. Ставку нужно делать, то есть, чем руководствоваться при выборе. А нужно руководствоваться своими желаниями. То, что вы хотите. То, что вам нужно. Естественно, без вреда другим людям. Естественно, без вреда себе. То есть, можно делать с вам, что вы хотите, нужно делать с этого с этим. Но только без вреда себе. Такой вред себе. Ну, это когда вы реализуете такие желания, которые объективно грозят вам объективным осуждением, какими-то мерами пресечения, от чего люди другие получают негатив. Понимаете, да? Вот. То есть, не нужно вот этого, чтобы другие получали негатив от ваших желаний. Но негатив какой? Прямой. Прямой негатив. То есть, если вы, например, от своего парня уйдете, то, скорее всего, он испытает негатив. Должно вас этому волновать? Нет. Если вы руководствуете своими желаниями то, чего хотите вы, если вы не преследуете цели, ему что-то доказать, например, если вы не преследуете цели, там, его, например, привязать к себе, вот вы чувствуете, да, что вам нужно пожить одно. Для чего? Чтобы что? Что вас не устраивает в настоящей жизни, в той, которой вы сейчас живете? Вот. Об этом нужно подумать. Как следует. И, соответственно, соответственно, именно в этом направлении, именно в этом направлении, и нужно вам двигаться. Как следует. Да? Понимаете, на чем я думаю? Надеюсь. Вот принципы и все. Но, вы знаете, как бы, вот именно кашка в голове, да, это противоречие, противоречие разных мотивов. То есть, с одной стороны, чего-то хотите вы, с другой стороны, чего-то, когда другие, да, и вот только все в том, что прислушиваться нужно к себе, а не к другим. И только лишь реализовав себя, обретя гармонию внутри себя, через прислушивание к себе, можно уже ориентироваться на других. То есть, делать что-то для других. Ну, понимаете? Если вам, например, не подсипеет, если вам плохо, если вы чувствуете, что вам нужно побыть одной, а вы живете старым, только потому, что он, например, хочет, или потому, что вы боитесь, что не найдете, там, кого-то еще, да, то это вот инструктивная модель проведения. Но, с другой стороны, на вас давит лекий мотив, который доставляет вас этой линии поведения придерживаться. То есть, у вас есть какой-то вот стимул, и эту стимул тоже нужно разбирать. Почему вы так действуете, почему вы пренебрегаете с собой, почему вы подавляете себя. Вот. Это вот важно. Это важно для того, чтобы как-то снять у вас кашу, о которой вы говорите. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.